Гречка, палатка и фотоаппарат. Александр Еремеев готовит свой рюкзак к очередному путешествию. С ним он планирует доехать от Матич до Севастополя на велосипеде. С собой взял все самое необходимое. Котелки для еды и воды. Внутри банки тушенки, поскольку это очень калорийно и надолго хватает. Также у нас идет ветровка, дальше идет 5 порций гречки, газовые баллоны, фляга для воды страховочная из разряда НЗ. Также у нас есть газовая горелка, перец, масло и небольшой минимум для приготовления пищи. Для Александра это не первый марш-бросок на двухколесном. Начинал он с маленьких дистанций, а потом и вовсе не заметил, как велосипед стал нечто большим, чем средство передвижения. Напарник по спорту, дорожный спутник, экстремальный снаряд. Сегодня без него он не проводит и дня. Но он на такое длинное расстояние не ездил никогда. До цели порядка двух тысяч километров. Идея пришла мне не сразу, не с того момента, с того первого дня, когда я начал заниматься велосипедом. Скорее тогда, когда первый раз удалось преодолеть 150 километров за 12 часов. Это была своеобразная дорога к новой стихии. И мне понравилось ездить на дальние расстояния. И хотелось бы попробовать совершить что-то необычное, вырывающееся за рамки нашей обыденности. К спорту Александр был неравнодушен всегда. Увлекался рафтингом, скейтбордингом, виндсерфингом. Но всегда с особым рвением относился к велодвижению. Несколько лет назад я упорно занимался скейтбордингом. И места для велосипеда в моей жизни было довольно мало. Последние два года упорно кручу педали. И мне это доставляет огромное удовольствие. Поэтому, скорее всего, несколько лет назад я даже не думал о том, что это возможно, и о том, что это нужно, и о том, что я сам поеду. Александр продумал прием пищи, запас воды, взял с собой аптечку с лекарствами и распланировал маршрут. Но условия обыденными назвать нельзя. Поэтому и предположить все препятствия невозможно. Даже опытному велосипедисту. Все предусмотреть нельзя в любом случае в нашей жизни. Насколько бы нам знакомо не было то, что мы делаем. Поэтому я думаю, что в путешествии откроется много интересных приключений. К дорогу нашего героя провожает младшая сестра Маша. Идею брата поддерживает. Но сама на такую авантюру не решилась бы. Я сначала подумала, что он пошутил, но когда он серьезно уже отнесся, я подумала, что это классно, потому что он может понять, что он способен, как он рассчитывает свои силы, сможет ли он проехать такое большое расстояние. Около 20 дней единственным другом Александра будет лишь велосипед. Вес двухколесного коня вместе с багажом составляет более 25 килограмм. Экстремальные условия заставляют немного модернизировать велотранспорт. Есть небольшое усовершенствование на руле. Это, грубо говоря, просто порезанная камера. Камера порезанная нужна для того, чтобы притягивать шоколадки, мармеладки, воду, все что угодно, что ты ешь на пути. Это очень удобно. За свои 19 лет Александр отремонтировал 10 велосипедов. В своем транспорте он уверен, но несмотря на тщательную и долгую подготовку, опасения у него все-таки есть. Есть небольшие опасения, связанные с велобагажником, поскольку я заметил, что он сварен не на добрую руку. И есть там парочка нюансов, которые могут сдать в путешествии, поэтому ездим мы аккуратно, с бордюром велосипед скатываем руками, а не верхом на нем. Ну и такие вещи. Обратно Александр планирует добираться поездом. Свои силы взвешивает объективно. На протяжении всей поездки он будет вести свой блог, а мы будем делиться его достижениями. Алина Савыш, Денис Корнев, Первый Матичинский.